Кенишемская бригада химзащиты перед передислокацией в Курск оставила местным жителям неприятный презент. Свалку химикатов в поле возле армейского полигона случайно обнаружил грибник. Ее ликвидировали только спустя три недели после того, как она привлекла внимание кенишемцев и чиновников местной администрации. Здесь я обнаружил бочки, предположительно два камаза свалено из-под какого-то белого химического вещества. А вот сейчас здесь убрали, но запашок все равно остался. Этот овраг ров, попадает весной вода потечет в овраг, а с оврага в речку, а с речки соответственно в Волгу. Хотя ящики и бочки военные убрали, в воздухе до сих пор ощущается запах хлора. Рядом с местом свалки осталось небольшое озеро, заполненное мутной водой и источающий запах солярки. Вероятно, сюда были слиты отходы ГСМ. Мое предположение – это слиты остатки отстой от дизельного топлива. По всей вероятности, это слила кенишемская кимбригада. Местные жители всерьез обеспокоены тем, что химикаты могли попасть в речку Томка. Чиновники уверяют, что ситуация находится под контролем. Данные емкости были вывезены именно на склад в тот же день, когда к ним поступило данное обращение выяснить данную ситуацию. На складе мы также посмотрели все это. Действительно, металлические барабаны, деревянные ящики, где-то около 60 штук, находятся сейчас на складе. Склад находится под охраной. Что находится в этих барабанах и ящиках? Это хлорсодержащие вещества, которые используются в дезинфекции, как в военной сфере, соответственно, и, естественно, в быту. То есть может это быть хлорная известь, гипохлорид, кальция, либо хлорамин. Открытым остается вопрос, как попали химикаты в поле и по чьей халатности не были ликвидированы должным образом. Поскольку часть у нас сегодня дислоцирована в другой город, вероятно, склады, когда освобождали при переезде и посчитали, что нужно их вывезти. Это не является отходом, это сырье, которое используется. Срок годности у них не истек в этом сырья. Помимо местной администрации, информация о свалке была направлена в Роспотребнадзор. Кинишемские же чиновники со своей стороны проверку завершили и уверяют, что жителям беспокоиться не о чем.